Кстати, смотрите, друзья, я впервые вам показываю остров Уайт с Мейнленда, как раз наоборот, через пролив Солонд. Вот смотрите, там вдалеке на горизонте вот такие вот небольшие холмы. Это остров Уайт, а это Саус-Хэмптон, где я сейчас нахожусь. Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как я отдыхала на Канарах, на острове Тенарифе. Покажу вам сначала, как мы добирались туда. Вот это мы едем в аэропорт Бристоль из Саус-Хэмптона довольно далеко. Где-то порядка, наверное, полутора часов до аэропорта Бристоль. Уж не знаю, почему мой друг купил билеты. Он подумал, что, наверное, это самый близкий аэропорт. Хотя потом мы нашли в Саус-Хэмптоне, что самолеты тоже летают. Но, как говорится, все постепенно будем узнавать. Но когда мы ехали туда, здесь еще и более-менее я делала съемку из машины. Можно было что-то вам показать. А вот обратно, посмотрите, это была такая темная ночь, 10 часов ночи. Я, конечно, вообще в шоке была, как он ехал. Ну, я для себя даже представить этого не могу, потому что, ну, несмотря на то, что у меня 10, ой, около 8 лет стажа, по-моему, сейчас на вождении автомобиля. Но все равно ночью я даже не представляю, как можно ехать в такой темноте. Но, тем не менее, мы доехали. Вот это уже аэропорт в Бристоле. Он не очень большой. Пока мы ждали самолет, мы посидели в кафе, как обычно, и потом полетели. Сначала мы летели из Бристоля на компанию Ренейра. Это ирландская компания. Немного я засняла наш полет. Взлет сейчас как раз самая страшная, как вы знаете, самая опасная для самолета. Это взлет. Вот он. Очень-очень страшно. Ну и посадка тоже. Когда уже летишь на высоте, там как-то поспокойнее. Хотя я так и не привыкла летать на самолетах. Очень боюсь летать, но ничего не поделаешь. По-другому получается никак. Обратно мы летели. Компания Jet 2. Это британская авиакомпания. Новая. Очень хорошие у них самолеты. Боинг 777. Все новенькие. И она третья по величине. После Изи Джет и Бритиш Аэрвейс. Ну и вот, 4 часа полета, и мы в замечательном четырехзвездочном отеле. Клеопатра Палас Плая де лас Америка, Испания Тенерифе. Отель огромный. Он из четырех корпусов состоит. Но вот здесь вот мы в первый день гуляли здесь по территории, смотрели вокруг. Рестораны. Это вот открытая площадка. Бассейн там на улице. А здесь вот смотрите центральный вход. А это мы вышли во двор. Вечером я показываю вам, как выглядит этот великолепный бассейн во дворе. Между четырьмя корпусами. Если вы найдете фотографию отеля Клеопатра Палас, то как раз вот всегда вид сверху на этот бассейн и показывается. А вот это вот так смотрится. Корпус отеля самый центральный. Ну, в общем, когда-то, говорят, этот отель имел пять звезд. Но потом не выдержал конкуренции. Или что уж там с ним случилось, я не знаю. И теперь у него всего четыре звезды. Но отель из дорогих. Тут есть еще спа. Я вам покажу дальше салон. Как я вам говорила, мой друг тоже увлекается видео и снимает иногда на камеру. И вот то же самое теперь снимаю я на свою камеру. Я дала вам послушать английский язык. Может быть, вам будет интересно чисто английские произношения. Здесь есть бассейн с подогретой морской водой. Вот джакузи. Также сауна. И стим. То есть паровая такая сауна тоже с паром. Ну, и вот это вот интересная такая труба под большим давлением. Вода мне нравилась. Но когда меня сняли на камеру, то это полное обезобразие. Хотя классно. А это наш небольшой променад по Плайо де лас Америкас. Центр практически этого города. Очень богатое место. Пош плейс, как я говорила, по-английски называется. Здесь отдыхают в основном богатые англичане. Over 60. Молодежи очень мало. В нашем отеле дальше я вам покажу. У нас здесь был включен только завтрак. Ну, давайте смотреть дальше. Семь часов утра. Сегодня у нас 14 декабря. И наш отдых в Тенарихе продолжается. Температура утром плюс 19, а днём будет плюс 25. И слышите, какой у меня замечательный голос? Я простыла, страшно. Да, вот так. Потому что искупалась в холодной воде. Вода кажется тёплой, но она, видите, холодная. И уже для меня нужно поберечься. Хотела вот тоже побегать, но, вы знаете, как-то думаю, нет. Вот. А ещё посмотрите, вот всё-таки вот за этими вот камнями, насыпанными специально за пирсом, посмотрите, какие волны там бьются, если вам видно. Вот, может быть, с этой стороны вам будет видно больше. Нет. Наверное, всё-таки вот там, вот видите. Вот они, волны. Видите, какая разница, да? Ну и вот я вам специально включила кусочек показать. Именно вот этот вот открытый океан, это не территория отеля. И здесь, видите, какой берег. И всё выглядит совершенно по-другому. А вот там вот тот пирсик, о котором я говорила. Здесь купаться как-то, по-моему, вообще невозможно. Здесь тихо, спокойно, а там океан. И снова пришла птица ко мне. Снова птица пришла, но только уже не хочет меня слушать. Вот она. Вот сказали, что это не голуби, а какие-то дикие, похожие на голубей. Как у нас назывались? Горлица, да? Вот они там бегают, видите, парами. Одна пара, и там вдалеке ещё вторая пара. Вот ещё прилетели. Это я вам немножко сняла нашу комнату в отеле, но она, конечно, не очень хорошая. Это вообще для четырёхзвёздочного отеля, конечно, совсем не то. Другу моему вообще не нравилось, он плевался всё время. А мне как-то без разницы, вроде и ничего. Но на самом деле, единственное, что здесь было хорошо, это вот такой вот прекрасный вид с балкона на пляж и на центральную набережную. Ну, меня, в принципе, всё здесь устраивало. Ну, кто-то может мне заметить, ещё бы вас бы всё не устраивало, если вы на всё готовое приехали. Да, действительно, я ничего вам не говорю, сколько что стоит, потому что я понятия не имею. За всё платил мой друг, он всё покупал, и это его инициатива была. И я вообще не знала, в какой отель мы едем. Для меня это было сюрпризом. И вот, когда мы приехали, мы вечером пошли смотреть эту территорию, и он мне говорит, ну, тебе нравится? Ну, тебе нравится? Скажи, тебе нравится? Я говорю, да мне да. Конечно же нравится, всё чудесно, замечательно. Мне вообще всегда всё нравится. Он говорит, я так хотел произвести на тебя впечатление. Я говорю, ну, ты произвёл на меня впечатление, всё прекрасно. И отель просто замечательный. И место здесь, посмотрите, какое шикарное. Это я показываю вам кафе. Это я вам показываю немножко улицы, где мы гуляли. Вот бутики сплошные. Очень всё дорого. Просто неимоверно. Но и красиво всё украшено к Рождеству. Вот, бродили мы, конечно, здесь очень много. И всего всё равно не успели обойти, потому что мы здесь ходили вот по главной улице, по центральной. А там ещё очень длинная набережная вдоль всего пляжа. Тянется красивейшие виды. Сплошные рестораны, сплошные отели и сплошные отдыхающие. Хочу сказать, что, знаете, люди одеты очень простенько. Вот здесь такого нет, чтобы люди друг перед другом, как снобы, знаете, показывались, выпендривались. Нет, всё очень просто. И никогда не скажешь, что эти люди в большинстве своём очень состоятельные. Вот. Ну и что ещё я могу сказать? Кстати, я снимала не очень много, так только по чуть-чуть, каждый день. Ну, потому что мне не хотелось особенно ходить с камерой. Мне хотелось всё-таки больше проводить время с моим другом. Сами понимаете. Поэтому уж извините. Вот так вот я вам показываю совсем немножко. Урывками то, что смогла. Вот это, кстати, набережная, посмотрите, о которой я говорила. Очень тоже красивый вид. Обратите внимание, это вот угол нашего отеля Клеопатра. И дальше туда тянется на протяжении нескольких километров красивейший вот такой вот пляж. И набережная, и там вдалеке мы видим горы. Это же у нас остров Тенарифи. Кто-то, может быть, скажет, почему вам не съездить было на Тейде. Но я на Тенарифи была, и на Тейде вулкане тоже была. Я бы не сказала, что мне там уж так сильно понравилось. И вообще, те, кто мне говорили, что больше людям нравится северная часть острова Тенарифи, в частности, Пуэрто-де-Ла-Круз, где я была дважды. А вот Плая-де-Лас-Америкас почему-то мне не хвалили. Говорили, что шумно и неинтересно. Но уж не знаю, кому что. А мне показалось, что даже чем-то напоминает вот этот вот Плая-де-Лас-Америкас, Канны на Лазурном берегу Франции. А это, как вы понимаете, самые райские места. В нашу путёвку был включён завтрак здесь, в отеле. И я вам показываю, как выглядел здесь завтрак в ресторане. Здесь обеда у них не было. Здесь только можно было либо включать завтрак и ужин, либо просто завтрак. Ну вот, и ещё показываю вам немного. Вот это вот прозрачный лифт, вы видите там вдалеке, да? Два лифта, вернее. И справа два, и слева два. Очень, конечно, красиво здесь всё. Всё кругом журчит, переливается. Завтрак был типа шведского стола. Вот сейчас покажу вам, что здесь можно было взять себе на завтрак. Очень большой выбор. Но просто, знаете ли, по мне, так это даже и не завтрак. А здесь, наверное, можно было и пообедать сразу, и поужинать. И вот, обратите внимание, здесь всё время стояли вот эти вот бутылки. Это не шампанское, а это просека. Испанское просека. Очень популярное, очень бесподобно вкусное. И вот на завтрак я сначала как-то стеснялась, знаете, подходить и пить шампанское по утрам. Помните, да, у нас фильм такой был. Ну, а потом смотрю, что все и пьют после того, как позавтракают, и ещё по бокальчику шампанского. Ну, я и стала тоже наливать, и своего друга приучила. Вот, посмотрите, здесь это завтрак такой английский. Я вам когда-то рассказывала, что он включает в себя. Здесь дальше соки. Все соки свежевыжатые, натуральные. Здесь целый огромный стол со всякими пирожными и всякими сладостями. К этому я вообще не подходила. Это не моя история. Дальше здесь вот овощи, фрукты в огромных количествах. Дальше йогурт здесь какой-то. Здесь варенье также. Здесь молочные всякие. И дальше вот здесь сыры, по-моему, да. Сыры, хамон, колбаска, ветчина. Вот здесь мне, конечно, больше всего нравилось. Ну, и вот нарезанные тоже овощи. Вот этот вот хамон здесь. Автоматы с кофе, чаем, горячим молоком. И также любую яичницу вам могли, любую поджарить там. Уже конкретно на заказ, если вас не устраивает там общее какое-то меню. Вот, ну и показываю вам поближе, какое именно здесь Просека. Все время стояла здесь во льду. Подходи, обслуживай сам себя. Пей, ешь, сколько хочешь. Ну, это я вам просто показала и рассказала. Понятно, что ничего здесь уже удивительного нет. Те, кто отдыхает в отелях, где все включено. Такой же, наверное, тоже шведский стол. Но главное, что меня устраивало. Все было очень вкусно, достойно и большое разнообразие. Вот, ну, что я еще, друзья, могу вам сказать и рассказать. Температура была прекрасная для декабря месяца. Воздух 25, вода, по-моему, 23. И мне очень нравился вид с нашего балкона. Посмотрите, я показываю вам восход. Вот такой шикарный, замечательный. Можно было встречать, а также можно было провожать закат. Все было чудесно, замечательно. Просто как в сказке. Я вам покажу в следующем видео, как мы ужинали каждый вечер в разном ресторане. Что мы заказывали и как эти рестораны, в общем-то, выглядели. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Кому понравилось это видео, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы, если они у вас еще остались. Я с удовольствием вам отвечу. Вы знаете, что я читаю все ваши комментарии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, берегите себя. Всем пока-пока.